Привет всем! Вы на канале у Татьяны. Дорогие зрители и подписчики моего канала. Хочу вам сегодня предложить очень интересный рецепт праздничного горячего блюда. Я думаю, что это блюдо вам понравится. А так как на носу 8 марта мужчины, ловите новый рецепт. Хотите удивить своих женщин? Так что давайте вместе сегодня досмотрим это видео до конца. И к 8 марта приготовим это очень вкусное, сытное и горячее блюдо. Давайте начнем его приготовление. Для начала нам нужно натереть на крупную терочку твердый сыр, что я сейчас и сделаю. А теперь займусь куриным филе. Беру куриное филе, оно должно быть слегка подморожено. И делаю в нем вот такой кармашек. Беру второе филе и точно так же делаю в нем кармашек. Что делаю дальше? Беру натертый на крупную терочку твердый сыр и отправляю в кармашек. Заполняю кармашек твердым сыром. Тоже проделываю и со вторым филе, наполняю его твердым сыром. Слегка вот так прижимаю. Теперь я возьму все специи и соль. Сверху вот так подсолю слегка наши филешки. Добавлю немного перца, по желанию конечно, но я добавлю. И орегано. Обязательно добавьте орегано. Орегано придаст незабываемый вкус и аромат этому блюду. У меня в миске находятся два яйца. К ним добавлю небольшое количество соли и слегка взобью их вилочкой. Следующим шагом будет берем филе, заполненное твердым сыром и отправляем его в муку. Обваливаем вот так аккуратно. Теперь из муки отправляем сразу же в яйца. Яйца я слегка взбила вилочкой. Обваливаем вот так хорошенько. И конечный этап это панировочные сухари. Хорошенько обваливаем куриное филе в панировочных сухарях. В итоге у нас получится нежная и хрустящая ароматная корочка. Сухарей не жалеем. Я нахожусь возле плиты. Взяла вот такую глубокую сковородку, жаровню и нагрела в ней масло. Масло добавила приблизительно 120-130 мл. Его нужно очень хорошо нагреть на среднем огне. Теперь филе отправляю в сковородку. И обжариваю на среднем огне до золотистого цвета с одной стороны и со второй стороны. Это займет у вас приблизительно 20 минут. Пока обжаривается наше филе на огне, мы займемся овощами. Морковку натираю на крупную терочку. Выбирайте морковку сладкую, яркую, сочную. Натертую морковку высыпаем ровным слоем в форму для запекания. Помидор нарезаем тонкими слайсами. И отправляю его сверху на морковку. А теперь пришел черед перца болгарского. Разрезаю его напополам. Вот так. Убираю сердцевину. И нарезаю его тонкими полосками. Завершающим слоем овощной подушки будет болгарский перец. Выкладываем его сверху ровным тонким слоем. Красиво поджаренное филе до золотистой корочки отправляю в форму на овощную подушку. Сверху посыпаю филе оставшимся сыром. А теперь все осталось залить томатным соком. В томатный сок высыпаю соль по вкусу и перец. Все хорошо размешиваю ложкой. И заправленный томатный сок выливаю в форму. Куриное филе фаршированное сыром на овощной подушке отправляем в духовку разогретую до 180 градусов на 25-30 минут до полной готовности. Встретимся через полчаса. Вкусное, сытное, аппетитное и праздничное блюдо к 8 марта готово. Посмотрите, это же просто красота. Аромат на всю кухню. Мясо получилось нежным. В серединке сыр, который тянется. Очень вкусно и аппетитно. Я советую вам приготовить. Плюс овощи получились изумительными, мягкими и сочными. Готовьте с удовольствием. Готовьте со мной. Со мной вкусно. И до новых видео. И до новых встреч. Пока-пока. Увидимся. Для приготовления этого блюда мы использовали следующий ингредиент. Куриная грудка. Филе. Посмотрите. Вес одного филе приблизительно 250-270 грамм. Нам понадобится 2 филе. Морковка небольшая. Один небольшой помидор. Перец болгарский. У меня большой. Буду использовать ровно половину. Твердый сыр 150 грамм. А также томатный сок 350-400 миллилитров. Соль по вкусу. Перец по вкусу. И небольшое количество орегано. Панировка это мука, 2 куриных яйца, а также сухари пшеничные панировочные.